Великий русский цирк приехал в Екатеринбург с гастролями. Так называется новая программа дрессировщика из известной династии Мстислава Мстиславовича Запашного. Артист придумывал программу 6 лет. На манеж выйдут клоуны, акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры и, конечно же, тигры. Полосатые артисты сейчас репетируют, не покладая лап. Валерия Алферова теперь знает, что делают знаменитые дрессировщики, чтобы в этих самых лапах вдруг не появились когти. Весь мир у них в лапах. Полосатые звезды континентов лучше медведей вертят земную ось, причем в десятки метров от этой самой Земли. Такой трюк сам по себе чудо-планеты, ведь она обернется вокруг Солнца не раз и не два, пока тигры научатся так делать. Это не один день и не два, это годы. Потому что животное приучается с детства, приучается потихоньку, постепенно, шумы, высота, подъем выше, ниже, ниже, выше, выше, выше. То есть в это время животное кормится. Я не буду вам секреты все открывать. Секреты у знаменитой династии запашных семейные. Вся наша жизнь игра, утверждают потомственные дрессировщики. Для тигров выступления должны быть развлечениями, главное не переборщить. Не то подопечные покажут зубы и когти. По взмаху палочки, свирепые хищники превращаются в ручных котят. Мстислав Запашный даже не боится поворачиваться к своим тиграм спиной. А ведь это смертельный номер, исполнять который больше никто в стране не рискует. Вместе с отцом на арену в Екатеринбурге выйдет Ярослав Запашный. Для него это своеобразный дебют, ведь раньше артист занимался лишь с тигрятами. Хочется стать еще как бы лучше, и поэтому стараюсь, не один номер работы, целый день на работе, 6 утра до 10 вечера, чтобы что-то добиться. В цирке ничего легкого не бывает. От такого трюка голова идет кругом. Крутиться как белки в колесе смелости решаются единицы. Ведь здесь нет страховки, вместо нее скакалка и врожденное чувство равновесия. В основном опасность, там больше понимаете преодоление страха, чтобы подняться именно на такую высоту 8 метров. Взять новую высоту в цирковом искусстве Запашные собираются всем своим выступлением. Ведь программу создали специально к юбилею русского цирка. Финальное сальто, да, вот мы его репетировали, потому что сальто на земле это одно, а сальто в трапеции, накачать нужно было долго искать какие-то моменты технические. То, что для артистов дело техники, для зрителей за гранью человеческих возможностей. Ее можно переступить с помощью постоянных тренировок. Валерия Алфюрова, Владимир Середа, Новости 41 канала.